Русские новости Русские новости Русские новости Мне кажется, что это вообще первое награждение Первой степенью такого ордена Мне, по крайней мере, неизвестно Другие, может кто-то еще награждался, не знаю Таким же орденом, но только второй степенью Награжден Владимир Жириновский Очень интересно тоже, каким образом Этот человек вообще что-то мог заслужить И какие у него могут быть заслуги перед Отечеством И каким Отечеством Явно вот с моим Отечеством Его Отечество никак не корреспондируется Это какие-то совершенно два разных Отечества Ну, поскольку лично на шею Жириновскому Вешает этот орден Владимир Путин Я так понимаю, что у них какое-то общее Отечество А вот у меня, у русских людей, какое-то другое У них, видимо, РФИ, Российская Федерация А у меня историческая Россия Ну, как и у всех русских людей И орден четвертой степени получил Юрий Лужков Который так вот был обижен А теперь, к 80-летию, вроде как реабилитирован То есть он был удален со своего поста мэра Москвы По причине недоверия Такая странная формулировка, которую в свое время применил Дмитрий Медведев Будучи президентом Российской Федерации На время ему вместо тогда, если вы помните, выступил Путин И вот тогда Лужкова убрали Он куда-то там уехал Якобы там где-то в Лондоне все время жил А теперь рассказывает нам Баки о том, что он там выращивает гречку И снабжает ей российскую армию Это все бредник, конечно Вот у него тоже образовались какие-то заслуги перед Отечеством Видимо, как раз после отставки По причине недоверия со стороны господина Медведева И вот эти заслуги оценил следующий президент Владимир Путин Ну, президентами мы их называем условно Потому что они, конечно, самозванцы И, соответственно, они и самозванцев награждают Я хотел бы вот несколько слов сказать о награжденных О своем личном опыте взаимодействия с ними Ну, Жириновским там известная потасовка в Думе Дела уже давние Ну, по крайней мере, вкус кулака на своей паршивой морде Этот человек ощутил И как-то вот получилось, что это был я После меня как-то никому не удавалось Добраться до этой истерической и подлой личности И оценить ее по достоинству Не орденом, конечно, а вот приложением твердого предмета к тупому Этот эпизод интересен только тем, что Тогда вся Государственная Дума готова была лишить Вице-спикера Государственной Думы этого проходимца И все были едины Вот сейчас это все состоится И возникал вообще момент, который позволял Жириновского Просто убрать с политической авансены Возбудить против него уголовное дело за групповое нападение На меня было именно действительно нападение группы Он во главе, он все это дело организовал За оскорбление парламента и так далее То есть можно было бы все это сделать И только поэтому я тогда написал заявление в прокуратуру Но там очень быстро как-то все рычажки управления были передернуты И мгновенно все изменилось И Жириновский не пострадал никак Ну там на месяц лишили слова И то не потому, что он драку устроил Не потому, что он устроил нападение А потому, что он там что-то не то кричал В адрес какого-то из субъектов федерации Но это пустяки, как с гуся вода Или тут со свиньи может быть вода И как-то хорош гусь, можно сказать, про Жириновского Может быть Почему эти были передернуты рычажки? Потому что вмешался лично Путин Я не сомневаюсь, что это так И вот нынешнее награждение говорит именно об этом Что Путин видит в Жириновском самого себя И он в какой-то степени, я думаю, что в последнее время Все больше как Жириновский Все больше как вот он сам Они как-то отождествляются А может быть, может быть Они включены в то самое голубое лобби О котором давно ходят слухи Но я еще об этом отдельно расскажу О своем опыте наблюдения за голубым лобби В Государственной Думе Органам государственной власти Вот здесь какое-то сближение возникло Вот почему-то вот столь мерзостную фигуру Покрывает другой мерзавец Вот самозванец покрывает своего шута И здесь каких-то подробностей я сообщить не могу Вот кроме того, что личное вмешательство высших сил Вот тогда спасло Жириновского Вот моментальное удаление, по крайней мере С государственных постов Может быть, он тогда и сохранил бы Депутатские полномочия Но были все условия для того, чтобы его убрать Вообще однажды и навсегда Но я думаю, что эту обстановку использовали Как раз для того, чтобы сделать его еще более управляемым Он всегда был верным путинцем, можно сказать А до этого верным ельцинцем В общем, верным слугой русофобского режима Вот не случайно он получил этот орден И не случайно он осквернил Это просто жуткая была картина Ну просто от стыда за Россию Просто слезы из глаз выступали Когда он начал цитировать стихи Или стихотворные строки Русского гимна Божий царя храни Он продиктовал его с трибуны Получив двуглавого орла на шею В адрес разве царя Он как бы вот перенес все достоинство царя На вот этого самозванца Фантомаса Который ему этот орден и повесил Царству и назло врагам И вот именно этот пафос Он перенес на полного негодяя С которым они, видимо, составляют Общую лоббистскую структуру Обслуживающую олигархию Ну и одновременно погруженную Во все мерзости современных половых извращений Оставим эту фигуру Оставим эту мерзость Но все-таки запомним тот стыд То оскорбление российской государственности Которое совместно нанесли Путин и Жириновский Это не должно остаться безнаказанным Это тягчайшее оскорбление нашей государственности Тягчайшее И само награждение этого мерзавца Негодяя и просто вот мерзостную фигуру И его выступление при награждении Вот в виде цитирования русского национального гимна Русского исторического гимна Вот из этого мерзостного рта Вот это цитирование Да еще транслирование Несколько раз, много раз на всю страну Это конечно осквернение Это сознательное действие Это не просто вот у человека что-то там в душе поднялось Да там нет никакой души Там одна чернота какая-то И вот из него это вот выплеснуло Именно с целью оскорбления Потому что ну ничего другого ожидать от этих людей Видимо невозможно Я хочу сказать еще про Станислава Говорухина В общем-то этот человек Которому наша страна обязана Появлением фигуры Ельцина И разрушением нашей единой страны Именно так называемое искусство Станислава Говорухина Привело к тому, что Ельцин был избран Председателем Верховного Совета РСФСР И предпринял затем действия по разрушению Советского Союза Так называлась наша страна на официальном языке Еще раз напомню, что эта страна оставалась Россией в нашей душе И русский народ не умер Я так считаю, в отличие от некоторых не совсем адекватных людей Которые считают, что вот в 17-м году Все, русский народ отрекся от самого себя Русского народа не существует Поэтому и России нет, и жалеть здесь нечего Поэтому надо поддерживать вот этих укронаций Или там проамериканской деятельностью заниматься Все погибло И даже мысленно становиться на сторону Гитлера Вот как бы хорошо было, чтобы он нас завоевал Но вот эта форма русофобии Она связана вот с этими обстоятельствами Ну я о другом, о Станиславе Говорухине Он тогда вот на рубеже 80-х, 90-х годов Выпустил фильм «Так жить нельзя» Ну действительно фильм достаточно сильный Который показывает все наши пороки Которые вот взмученное сознание вывернуло наизнанку Оставив за скобками все достоинства Единой государственности, единого народа Единой экономики Наконец она была все-таки единой Хоть и неэффективной, но на ее базе могла быть построена эффективная Но все надо было разрушить Вот для разрушения была такая псевдоправда высказана То есть правда только с одной стороны, с одного ракурса Второй ракурс показан не был И тогда один из моих однокашников сказал Вот что-то мне не нравится в этом Говорухине Когда он ходит по разваленным церквей В импортных шмотках Такой вот даже пятнышко там на его белоснежных кроссовках Тогда еще редких в продаже просто нет И вот он стоит, показывает, как разорили страну В каких руинах она находится В каком моральном уродстве Как она предала действительно саму себя Этот фильм потом Не то что даже транслировали по телеведию Его специально транслировали на заседании Верховного Совета И Сергей Станкевич был одним из тех Я о нем упоминал Вот сейчас он очень популярен Стал очень часто появляться по телевидению Как такой вот умный либерал Ну они все в общем Духовно абсолютно деградированы Но он вот вроде какой такой умненький Когда-то в прежние времена был известен Кто-то его там вспоминает Вот именно он был тем, кто поехал к Говорухину И сказал, что вот нам не хватает всего несколько голосов Причем тогда еще это было вновь, чтобы кто-то рассчитывал И прогнозировал результаты голосования И тогда был такой Георгий Сатаров Он установил в фойе заседание Тогда съезда народных депутатов И потом заседание Верховного Совета Компьютер Вот это тоже было вновь Кто-то им помог Там простенькая программа, которая прогнозировала В общем и простенькая модель Которая давала прогноз голосования Это было несложно И вот они спрогнозировали Но не хватает у них несколько голосов Эти голоса были собраны из двух источников Один источник это была чечено-ингушская делегация Которые были обещаны Особые полномочия, особые праворазделения Там Чечня, Ингушетия Особые привилегии И эти привилегии остаются до сих пор До сих пор Путин следует вот этой ельцинской концепции За разрушение СССР Чеченская и Ингушская республики Должны получать какой-то особый статус И действительно какие-то аномальные субвенции идут Хотя там очень неплохо живут В сравнении с другими регионами Но туда идут эти аномальные субвенции И как раз вот награды сыплются Просто как из рога изобилия Вот на всю эту группировку Если считать, что там вот есть эти этнические такие сообщества Которые тогда и взяли на себя ответственность за разрушение СССР Делегация Чеченской и Ингушетской республики Которая была, делегаты съезда Вот с ними поработали И они сначала голосуют против Ельцина Думая, что они делают правильно И в общем делали они правильно Они решили проголосовать за Второй источник образовался от Станислава Говорухина Вот набрано буквально это десятком голосов все решилось Его фильм был транслирован при заседаниях Верховного Совета Перед выборами Как бы он показал всю глубину падения коммунистического режима И кто-то вот несколько человек Ну как бы вот поняв, что в каком безобразии они участвовали Ну с ними еще и другими способами поработали Проголосовали за Ельцина Вот вклад Станислава Говорухина в разрушение нашей страны Это прямой его вклад Ну я думаю, что не так уж вот в тот момент он был за это ответственен Потому что ну он как деятель искусства Он показал только один ракурс нашей действительности Показал вполне правдиво Были и другие ракурсы Но его использовали Можно было сказать Ну вот его использовали, что подделать Вот такая трагическая судьба Даже чем-то посочувствовать можно было Что его материал был вот так использован Но на самом деле все несколько иначе Мне довелось со Станиславом Говорухиным встретиться только однажды Ну вот один раз в ту пору Там в начале 90-х В 90-м году по-моему он приезжал В Московский совет, где я был депутатом И перед депутатом показывал этот фильм И отвечал на вопросы Даже я какой-то там ему вопрос или какую-то реплику из зала подал И он на меня своими округленными глазами посмотрел Как он и сейчас так поворачивается И делает такие круглые глаза Вытягивает лицо У него такая вот мимическая привычка И я с тех пор ее помню И она сохранилась Сейчас я тоже вижу эту привычку А потом я с ним повстречался в 95-м году Когда мы пытались сформировать национально-патриотический блок И несколько организаций собрались И к нему попытался было прибиться Станислав Говорухин Он пришел на переговоры Тогда как-то вот такое странное смыкание было Нас готов был финансировать один из красных директоров Мы там союз возрождения России Предоставляли там свои документы Которые могли быть использованы для регистрации этого блока Там Народно-республиканская партия Ее часть она тогда раскололась Вот ее часть подтянулась Подтянулся Рон с Игорем Артемов И вот Станислав Говорухин пришел на переговоры Он тогда пытался сформировать свой блок И вот мы с ним переговоры ведем Мы там что-то ему говорим Вот за русское дело, за русское счастье Вот национал-патриоты И он как-то вот с сомнением начинает на нас посматривать И потом говорит Я вот чувствую, что что-то тут не то Вот я чувствую, что это не мое У него такое выражение есть Вот от живота Я не могу вам сказать, что, но вот что-то такое И вот он говорит От живота я вот чувствую, что что-то вот Мне здесь не по душе И потом он исчезает И ну ладно, исчез бы и исчез Еще и остальные разбегались Красный директор отпал Потом Ронс просто Игорь Артемов исчез в никуда И я до сих пор не знаю, почему он тогда Просто сбежал Но первым вот был человеком Который, можно сказать, отмежевался Это Станислав Говорухин Он тогда создал блок своего имени На базе Демократической партии России Экстравкинской Если вы помните, был такой деятель Тоже рубежа 80-х, 90-х Создали они блок Станислава Говорухина Он успешно провалился О нем и никто и не помнит сейчас И вот теперь на шею Первая степень за заслуги перед Отечеством Ну, видимо, таких мерзостей наделал Станислав, не помню, как его по-батюшке Что вот из рук отпетых мерзавцам Он получает высший орден Первую степень Первая степень мерзости Вот что получил Станислав Говорухин На излете своей жизни Видимо, он этого уже не понимает Наверное, у него уже мозг перестал работать А совесть он свою оставил где-то давно В дальней юности Сейчас уже, можно сказать, наступила дряхлость Наверное, он уже ничего не сможет осознать Своего соучастия в разрушении русской России И несколько слов скажу о Лужкове С ним я встречался лично два раза Первый раз, когда я был депутатом Московского городского совета Тогда тоже 90-й год Всякие кризисы Да, наверное, 90-й или 91-й год Кризисы навалились Наверное, это была осень 91-го года И я просто состоял в комиссии По потребительскому рынку Видел все это Все расползается И видел деструктивную деятельность Вот тех самых людей Которые управляли продовольственным рынком Прежде всего Ну и всем остальным Всей торговлей Москвы, оптовой, розничной и так далее Они превращались из таких чиновников Просто в варьё И вот эти прежние кланы Закрытые кланы Превращались якобы в предприниматель Они занимались там уже в 92-м году Приватизацией Они были впереди планеты всей Они вынули свои теневые капиталы Вложили их в приватизацию И стали крупнейшими бизнесменами И вот тогда все это заворачивалось И я тогда... Тогда это можно было Московский совет находился в одном здании Тогда еще не мэрия Тогда был еще исполком Московского совета Лужков был председателем исполкома Был избран Конечно по недоразумению Вот как избирался Это уже отдельный вопрос Но вот я прихожу в приемную Записываюсь депутат На прием к председателю исполкома Все меня записывают Конкретное время Я прихожу с запиской По поводу того, что Руководителя главка Надо заменять Срочно заменять Потому что идут вот такие И там тезисно, аналитически написано Вот почему Что происходит И почему руководство требуется сложно менять Вот Лужков меня не слушает Говорит Ой, у меня сейчас, видишь, накладка Давай пойдем с тобой Мне тут надо пару встреч провести Быстренько И мы идем с ним в такой зал для приемов Огромный пустой зал И какой-то американец Начинает молоть всякую чепуху А Лужков его слушает Ну там просто бредячий разговор Огромный мегаполис И приходит какой-то чудак Там начинает разговаривать О том, что Вот вам надо заниматься Вот надо наладить мелкий бизнес Чтобы вы там позволяли Туристам сесть где-то на автобус Поехать в красивое место А на этом красивом месте Были посыпаны гравием дорожки И покрашен забор Вот это был разговор А Лужков говорил в это время Что нам надо из одного состояния Перейти в другое Вот так, как он сказал Безударно, вот так плавненько Ну просто пустой разговор И при этом еще один человек Который должен был бы на прием попасть Это известный предприниматель Туманов О нем фильм там был Все, и он сейчас Еще иногда появляется на телевидении Уже сильно постарел Ну в прошлом это золотодобытчик Когда там сидел в тюрьме Тогда он стал этим знаменит Потом строил дороги При Лужкове тоже строил дороги Ну не в Москве В Москве как-то вот у них не заладилось Хотя вроде бы они были с Лужковым хорошо знакомы И почти как приятели там сидели С этим американцем Чем-то какими-то словами обменивались И потом снова мы вернулись в кабинет к Лужкову Он уже ко мне никакого интереса не имел Я положил на стол ему аналитическую записку эту Устно ему сообщил о том, что происходит И не произошло ничего Конечно, этого директора Главка Потом сняли через годы, через полтора Ну я потом даже и с этим человеком познакомился В общем, не столь он вредоносен Был в сравнении с самим Лужком Лужков это, конечно, главарь варья И поэтому, ну кто ж тогда знал Что и я тогда был Мне было там 27-28 лет Я совершенно не имел представления Вот этих закулисных шашнях И я пришел как бы к пахану Объяснять, как он должен со своими шестерками разбираться Ну он это и сам знал И все организовал в лучшем виде для самого себя И для всей вот этой калааки Из которой он вышел И которую он возглавлял Вот тогда я в первый раз получил первое впечатление О том, кто такой Лужков Потом, в общем, я быстро понял Что это за люди Там говорил Попов Лужков это все одна и та же колода Лжецов, патологических лжецов Людей с анархическим мировоззрением Антигосударственным И варья А второй раз я встретился с Лужковым Когда уже был депутатом Государственной Думы Были события в Аджарии Мы туда полетели с Виктором Алкснесом Как-то представлять Российскую Федерацию И вот своим присутствием тормозить возможную войну Которая готова была вспыхнуть между Грузией и Аджарией И все было накалено до предела И туда же приехал Лужков Причем он приехал То ли ему не дали проезда через Грузию Он приехал через Турцию И сопровождал его какой-то Ну совершенно человек На которого посмотришь И клейма нигде ставить Я потом фамилию его выяснил Где-то почитал Ну просто знаете Типа выросший из карточных шулеров Крупный бизнесмен Который занимался какими-то аферами То есть 100% аферист Вот сопровождал Лужкова И я только одну характерную деталь Это вот все накалено Мы напряжены Ну представьте себе Вот можете вы представить себе Лужкова в голом виде Ну не абсолютно голом Но в одних трусах Можете себе представить Что вот в какой-то официальной обстановке Ну я понимаю там в семье Или где-то на пляже Но можете представить Лужкова в голом виде Вот совсем в голом Кроме трусов на нем ничего не было Этот человек, который пригласил Ему предоставили президентский номер Несколько комнат огромных И он сказал Что вот давайте Все кто там Президент Аджарии Его там Министр обороны Вот два депутата Госдумы Которые здесь как наблюдатели Вот давайте Мы все сходимся И проводим совещание По поводу возможной тактики Что делать Все на грани войны И вот мы приходим И Лужков сидит голый Вот голый И ему говорят Помощник его или охранник Говорит Игорь Михайлович Может халатик Нет-нет-нет Жарко Жарко Не скажу что было жарко Но это вот такой цинизм Такое пренебрежение вообще К людям С которыми ты встречаешься Ты их в первый раз видишь И вопрос острый И ты в состоянии Как будто ты на пляже Или в бане Вот это отношение Лужкова К окружающим его людям Мой личный вклад В копилку тех Кто формирует Какое-то представление О современной политике О личностях Которые там варятся Вот я о тех личностях С которыми сталкивался Я кратко сказал Каждый волен Взять себе в голову Вот эти мои впечатления Я так глубоко погружаться в аналитику Что бы это значило Не буду Каждый сделает для себя выводы сам Мы по-прежнему должны заниматься Главным нашим делом Вот подобные личности Говорухин, Жириновский Многие другие Там Лужков Ну Лужков уже можно сказать На пенсии Другие Даже те кто был прославлен В прежние годы Там спортсмены Космонавты Которые сейчас толпятся Вокруг вот этого трона Захваченного самозванцами Мы должны к ним относиться Как к тем Кто может быть в прошлом Был какими-то личностями Может и Говорухин был Когда-то приличным человеком Но Жириновский-то никогда Лужков Ну в советское время У него орден Ленина Если кто не знает Его наградили Может он и был Хорошим производственником Но это было давно И в другую эпоху И в других условиях Но вот эти люди Проверены нашим временем И в этом времени Они выглядят как выродки Как враги нашего рода Враги нашего государства Там агитирующие За эту самозваную власть Там Роднина Или Третьяк Или, скажем, космонавт Терешкова Которая вот тоже себе Такую маску из лица сделала По типу, который делается И вот среди этой кодлы Которая сидит в Кремле Если они начинают стареть Они вот натягивают себе маску на лицо Как помните Люди в черном Там такой вот был Таракан Тараканищик Который человеческую кожу на себя натянул Вот у них примерно Такие лица Они ужасные лица Ужасные Мы должны видеть этот ужас Который несут не только действия Но и сам образ этих людей Которые вот через колено Ломают Россию Пытаются ее превратить Ну уже в совсем депрессивную территорию Где останется только Подмести человеческий мусор И выбросить ее на историческую свалку Давайте постараемся сделать так Чтобы мы подмели человеческий мусор Мы русские люди А именно вот тех, кого я перечисляю Эти вот обломки прежних эпох Совсем уже сгоревшие Действительно ставшие пылью этих эпох И вот ту нечестивую власть Которая над нами измывается Мы должны все это дело собрать В кучку И куда-нибудь в топку бросить Чтобы все это вспыхнуло ярким пламенем И эпоха была завершена Пороки 20 века Все остались в прошлом Мы начали строить ту историческую Россию Которую мы потеряли Вот тогда В 17-м году А накануне у нас В 2017-й год Столетие Начало вот всех этих безобразий Которые, конечно, там коренились Гнездились Как болезнь Но вот, собственно, вспыхнула эта болезнь Почти сто лет назад Желательно, конечно, чтобы мы Столетие так называемой Октябрьской революции Октябрьского переворота Встретили в другой стране Я очень надеюсь, что это произойдет Хотя мы не можем привязываться К конкретной дате Народ пока ни к чему не готов Но мы, русские националисты Должны быть к этому готовы Должны быть готовы к тому Что русский народ прозреет И востребует нас Русское национальное мировоззрение Которое мы несем И русскую власть Русское национальное мировоззрение Русское национальное мировоззрение Русское национальное мировоззрение Русское национальное мировоззрение